Всем добрый день! Сегодня как раз попытаемся поговорить не о домашнем задании, а немножко о других вещах, именно системности и все остальное. Дело в том, что многие из вас, всем привет огромный, всех рад видеть, давайте пока без вопросов, потом вопросы оставим. На самом деле Витя великолепный пример вот этого силы и мужества. Да, Витя знает, я действительно очень его люблю, как трейдер, он великолепный парень, я знаю, что нас потом будут подкалывать, но сразу предупреждаю, я не комосексуалист, но тем не менее Витя замечательный парень и все становление Вити как раз происходит на моих глазах. Я скажу честно, что я в ответственности как раз за Витю, все, что у Вити получается, 90% было реально благодаря мне по одной простой причине. Знаете, как говорят, действительно, трейдингу нельзя научить, трейдингу можно научиться. Витя как раз из тех персонажей, вот который мне пишет 5 раз в неделю, я всегда отвечаю на его вопрос, но Витя на самом деле вложил в трейдинг все, что у него есть. Витя вам не рассказал, 90% проблем, которые он проходил, а это денежные проблемы, семейные проблемы и все остальное, не буду выдавать его спреты. Но на самом деле он один из тех немногих, кто действительно фундаментально подошел к трейдингу. Он экономически очень сильно подкован, но скажу вам честно, это абсолютно ничего не дает, вот эта экономическая подкованность, знания о рынке и все остальное. Здесь вопрос то, что на самом деле, каких проблем не было у Вити, какие есть практически у всех из вас. Витя не нарушает риски. Витя очень послушный. Вот что Вите сказали, то Витя и делает. Бывает, Витя правильно сказал, системы становления трейдера, они очень-очень длинные. Очень многие из вас, кто приходит в трейдинг, они делают самые большие ошибки свои, как раз по причине того, что они думают, что вот сейчас им показали графики, им показали точку входа, показали короткий стоп. Сейчас. Им показали точку входа, им рассказали риск-менеджмент, и все, вдруг все ожили сразу, думали, что все будет супер. Ругаться не надо, это не у меня, скайп это у кого-то делает, но не у меня. Значит, и 90% успеха на самом деле в трейдинге, это как раз именно самосознание и самопознание. А потом мы поговорим о некоторых вещах, которые, конечно, вам смогут помочь, и надеюсь, вы сможете зарабатывать деньги. Проблема просто в том, что очень часто люди решили, что я когда стану лучшим трейдером, в ответ нет. Я учился у Вики, и я нет. Вопрос один, ни у кого вы учились. Вопрос один, какие хобби, то есть какие привычки вы перенимаете у человека, с которым вы общаетесь. То есть 90% людей 95, а то и больше сливают деньги, и причина слива это предельно проста. Меня видно вообще или нет? Потому что кто-то пишет, что меня видно, кто-то пишет, что я на застатке. Все видно, отлично, значит, это у вас проблема. Супер. Основная проблема, которую как раз именно преследуют трейдеры, это борьба самим собой. Что тут может помочь? Честно, ребята, скажу, абсолютно ничего. То есть если вы думаете, что есть какой-то книжечка какая-то, ты открыл блокнотики, посмотрел, в чем проблема, и решил эту проблему, на самом деле такого нет. Вам с первого дня мат перенимается, я матом уже не ругаюсь. А, Калина уже начала ругаться матом, я понял, мат перенимается, вообще великолепно. Я скажу просто одну вещь. Меня очень часто спрашивают, почему я состоялся и почему, в принципе, я остался долго в трейдере. Предельно просто, я очень быстро понял, что либо меня, либо я. Я понял одну вещь, что рынок это единственное место, с которым невозможно бороться. Ну, то есть вы можете 250 раз брать топор и махать. Слышно меня? Видно? Да, нормально. Видите, у кого-то проблема, ребята, видите, это у вас проблема. Значит, как я уже сказал, основная проблема, которая действительно вас будет поджидать, это проблема в том, что вы просто будете иметь персонального формата проблему и будете каждый день бороться с собой. Вы знаете, я замечал огромное количество людей, которые, когда у меня был тульский офис, у меня ребята через 2-3 месяца, через 4 месяца выходили в плюс, зарабатывали даже какие-то деньги после 4 месяца. Это чистая правда. Вопрос один, они были под железным занавесом, под железным контролем. Когда человек дома сидит один, он вправе делать со своей судьбой все, что он хочет. То есть он, когда хочет, торгует, он, когда хочет, выходит по стопам, он, когда хочет, переставляет стопы. Я заметил одну вещь, что те, кто хотят, чтобы у них состоялось все, у них действительно все работает. Вот, например, есть у меня люди, которые учатся. Вы знаете, 2 семинара, человек прошел, отучился, приходится после первого же семинара, и торгует в плюс. И вы знаете, почему он торгует в плюс? Не потому, что он супер здорово научился. Я показываю там несколько стратегий. Отбои от уровней, пробои, ложные пробои. Я просто показываю человеку, как ему надо думать. И тут начинается другая проблема. Два категории людей. Значит, одна категория людей полностью выполняет все правила абсолютно с первого дня. То есть вообще, просто полнейшее послушание. Это те люди, которые с первого дня могут зарабатывать деньги. И тут же появляется вторая категория людей, которые начинают что-то менять. Мы переходим к одной очень важной вещи, которая называется системность. Что значит системность? Все должно быть системным. Вот я постоянно показываю, люди постоянно смеются, думают, что я шучу. Вот смотрите, я просто покажу вам домашка, видите, которая была сделана там 3 дня назад, с акциями совсем. Видите? Она не сделана была специально для вас, она сделана была специально для меня. Это называется системность. Даже после, после стольких лет работы, да, в этом году как раз 20 лет, как я в трейдинге, я постоянно делаю домашку. Вы знаете, что я делаю самое главное? Я системно записываю то, что я понимаю или то, что я не понимаю. Самая большая проблема, самая большая проблема у многих из вас, да и любого человека. Когда он не понимает, он продолжает дальше идти вперед. Ни в коем случае нельзя дальше идти вперед, пока ты не вернешься назад и не поймешь то, что ты делаешь. Основная задача это вернуться, сделать шаг назад, реально посмотреть, почему у тебя не получилось. Дальше. Очень часто, очень часто движения, которые вы делаете, в первую очередь, должны быть обоснованы. То есть, я вам просто покажу. У меня есть такие ситуации, где я смотрю бумагу, вот смотрите, видите, там, к примеру. PRTV. Да, я смотрю на эту бумагу и если я что-то не понимаю, а если вы думаете, что я все подряд понимаю, то абсолютно не так. Я смотрю на тот же PRTV и говорю себе, ага, как имитент себя поведет возле 9 долларов. Открываю и начинаю смотреть. Потому что вот ситуации бывают, вот посмотрите, просто PRTV, да. PRTV был еще выбран до того, как началось сильное движение. PRTV был выбран как раз 15 числа. Видите? А я не показываю PRTV, вы сами должны открыть и посмотреть. Я не показываю акцию. Еще раз, вы должны сами зайти на графики и свои посмотреть. Я сегодня не даю занятия по акциям или еще что-то. Сегодня занятие, как образно понимать себя. Откройте акцию, называется PRTV. Я себе записываю, как поведет себя акция возле 9 долларов. А значит, акция пробила 9 долларов и сходила практически до 10. То есть, я когда не понимаю какой-то ситуации, я всегда себе задаю вопрос. Что в этой акции меня привлечает к себе? Почему мне эта акция нравится или еще? Или, когда я не понимаю, вот видите, смотрите, акция SRNE. Сейчас покажу. Вот, смотрите. SRNE. Да. Видите, посмотрите просто на эту акцию SRNE, да? Я когда не понимаю, я записываю, что произошло. Насколько акция сильно сходила. Если вы посмотрите, там акция сходила 50%. SRNE с 4 долларов, к примеру, до 6.20. Когда я не понимаю акцию, я постоянно начинаю за ней следить и смотреть. Что вы должны понимать и что значит система? Вы должны понимать одну вещь, что рынок на самом деле постоянно меняется. Спасибо ребятам из SDG, молодцы, все записывают быстро. Рынок постоянно меняется и в некоторых местах нарушается системность. Например, рынок не всегда ходит по 3-4 дня в одну сторону. И в последнее время то, что происходит на рынке, иногда в некоторые дни носит такой хаотичный порядок. Но, ребята, когда вы видели, показывали огромное количество акций, вы видели, там многие акции стоят на уровне. Вы не забывайте одну вещь. Почему на рынке можно зарабатывать деньги? Почему? Дело в том, что на рынке можно зарабатывать деньги, потому что на рынке есть два игрока. Это покупатель и продавец. И когда вы смотрите на график, первое, что вы должны видеть на графике, это понимать, если будет движение эмитента, почему оно должно быть. Откуда, например, в эмитенте элементарно возьмется бензин. Это самое главное, на что вы должны обращать внимание. Очень многие из вас вам показали, например, какую-то стратегию. Что Витя сегодня сказал? Надо было его очень внимательно слушать. Витя сказал мне, не рассказывал по стратегии. Ему дали стратегии, а дальше то, что ты делаешь, ты сидишь и оттачиваешь, просто тупо оттачиваешь свой профессионализм, свое мастерство. Если кто-то когда-то занимался какими-то видами спорта, например, там, волейбол, баскетбол, настольный теннис, все что угодно, борьба. Человек понимает, что тебе тренер показывает один раз и тебя немножко корректирует. И все остальное время ребята, кто занимается пинг-понгом или волейболом, понимают. Например, я, как любой мальчик Советского Союза, в очень многие виды спорта очень хорошо играю. И практически все, чему я учился, ну, кроме, например, борьбы, все виды спорта были непрофессиональные. Мы единственное ходили на улицу, сами учились. Я помню, мне начал нравиться очень волейбол, потому что мой покойный отец был мастер спорта по волейболу. И мне очень нравился волейбол. Я пошел, и мне начали показывать, как играл волейбол. Кто играл когда-то в волейбол, тот прекрасно понимает. Особенно, если ты нападаешь. Если ты разводящий, у тебя одна работа, к примеру, да, ты практически всегда второй номер, то есть ты пасуешь. Если ты нападающий, ты всегда стоишь приблизительно в одной точке. Если мяч на стороне противника, ты идешь к сетке для того, чтобы образно блокировать нападающего. Если мяч на твоей стороне, ты всегда от сетки играешь на длине где-то приблизительно метр три, для того, чтобы тебе пасующий мог дать пас, и ты нападал. Все. Вот это и есть системность. Любой человек, который занимается спортом или занимался спортом, он великолепно понимает слово системы. Как я уже сказал, я в самбисте занимался шести лет, но я очень неплохо играю в волейбол. Летом мы всегда ходили на турбазу, я очень неплохо играю в настольный теннис, потому что во дворе стоял теннисный стол, я играю в пинг-понг. На самом деле, кто хочет посмотреть, в интернете есть даже видео, как я играю в бадминтон. Я играю в бадминтон, хожу по субботам, играю с ребятами, которые на уровне кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Это видео даже есть в интернете, вы можете посмотреть, я действительно очень хорошо играю. И, как я уже сказал, волейбол этому великолепный пример. В волейболе, как в любом виде спорта, например, все очень четко. Нападающая сторона, нападающая сторона, нападающие всегда стоят под степки. Если ты принимающая сторона, то задняя линия всегда подтягивается, а передняя линия всегда стоит для того, чтобы он блокировал. Если ты играешь в настольный теннис, то ты прекрасно понимаешь то же. И если, например, человек отошел метр от стола для того, чтобы принимать этот вод, ты можешь спокойно нападать и играть с короткими. То есть, в любом виде спорта есть так называемая системность. Системность есть везде. Вы же, когда прыгаете на велосипед, вы же не начинаете колеса крутить в обратную сторону. Это есть так называемая система. Что такое системность в трейдинге? Это надо делать один день, каждый день, целый день. И все дни подряд одно и то же до тех пор, пока оно не будет работать. В чем заключается основная проблема, когда вы приходите в трейдинг? Вы начинаете постоянно что-то менять. Вы сели поторговать, две недели, три недели ничего не получилось. Я смотрю даже по трейдерам. Мне очень многие трейдеры пишут, шеф, катастрофа, вышел семинар, три недели теряю. Кто вообще может ожидать, что вы через три недели начнете зарабатывать деньги? 90% это самопознание. Это не обучение трейдингу. Вы сами должны понимать, что вы делаете. Вы должны сесть. Каждая бумажка. Я вам показывал миллион раз. У меня этих процессов вы понимали. Да, сейчас я вам покажу. Смотрите, стопка бумаг. Посмотрите. Понимаете? Посмотрите. Я просто одно же другим буду показывать. Смотрите, чтобы вы понимали. Вот что такое системность. Посмотрите. 90% из вас уже этого не делают. Посмотрите. Вот что такое системность. Кто действительно хочет состояться в трейдинге, вы должны быть только таким системой. Вы конкретно должны знать каждый день. И каждый день самое страшное и самое тяжелое это работа над ошибками. Самое главное, чем вы должны заниматься, это работать над своими ошибками. Важный фактор следующий, очень важный. Благодаря таким людям, как Сергей Исилантьев, тоже мой ученик, появился великолепный ресурс, который называется статистика трейдов. 90% из вас не ведут статистику, если ведут, то ведут ее неправильно. Статистика вам покажет все, ребят. Когда вы с лучшей заходы, когда у вас работают пробои, когда у вас работают отбои. Самое главное, он Виктор Макеев, видите, даже огромное количество плюсов наставил. Это самое дешевое, что вы можете получить. Да, статистика трейдов на самом деле очень дешевая, там 60 долларов в год. И тем не менее, люди все равно пытаются где-то там украсть, что-то там подешевле взять. Послушайте внимательно, за все нужно платить. Витя правильно сказал, за знания нужно платить. Это не значит, что все должны идти на семинар к Герчику, да, я абсолютно не дешевый парень, кто может себе позволить, тот придет. Это в том, что вы должны учиться правильно. Учиться надо правильно. Поэтому, к чему я веду? Еще раз, системность. Перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам. Что такое системность? Все знания, все знания должны быть системными. Это значит, что каждый день вы должны выписывать свои акции. Вы должны посмотреть, почему вас выкинуло. И если вы заработали, вы должны посмотреть, почему вы заработали. Мы с Витей Макеевым, наверное, потратили месяц моей жизни, месяц моей жизни, просто чтобы анализировать его сделки. И вы знаете, у него были такие ситуации, он сейчас даже может подтвердить это, когда у него было по 7-8 сделок правильных, но все сделки были убыточные. Хорошая сделка не обязательно должна быть прибыльной. Бывают сделки, которые правильные, но которые убыточные. И вы не забываете одну вещь. Это заложено в вашей статистике. Вам надо всего 30-35% положительных сделок для того, чтобы зарабатывать деньги. Статистика. Системность. Каждый день домашнее задание выписывать. Каждый день знать акции, которые вы торгуете. Почему вы торговали? Если вы не понимаете, не лезьте туда. Не надо заходить многие типы на попробую. Возьмите себе, выпишите какую-то бумагу и смотрите на ней. Самое главное, вопрос заключается только в одном. Вы должны понимать, для чего вы пришли в трейдинг. Что вы хотите получить от трейдинга. Что вы вообще хотите делать. Очень многие люди, когда сыпятся вопросы, вопросы такого формата. Ой, вот давайте графики посмотрим. Ребята, 90% это не графики. Это системный подход. Это ваша статистика. Это как вы к этому относитесь. Да, многие из вас смотрят и говорят, вот он. Быстрее, Михаилович, давайте эту акцию посмотрим. А куда рубль пойдет? А куда пойдет РТС? Это херня все. Я вам приведу пример. Приведу пример. У меня есть девушка-студентка. Она сейчас будет улыбаться, она будет знать, о ком идет речь. Так вот, эта девушка-студентка с первого дня, с первого дня начала слушаться, что ей говорят. Просто тупо. Не как мужчины задают тупую кучу вопросов. Знаете, а почему здесь, а почему там? Человек просто сидит, записывает, записывает. И вот сейчас этот человек, этот человек перешел образно и торговать, говорит, я хочу пробовать торговать среднесрочные сделки. И когда мы начали смотреть среднесрочные сделки, был один вопрос. Вопрос был предельно простой. Шеф, как торгуются среднесрочные сделки? Я говорю, практически то же самое, что и в локальной уровне. Просто, например, сделка должна была закрыться. Сделка должна была закрыться в каком-то очень сильном уровне. И если эта сделка закрывается выше какого-то уровня, генерируется лонговый сигнал. Мне сегодня человек присылает сделку по Ростелекому. Да, там на российском рынке, неважно. Великолепная точка захода. Сейчас я попробую даже вам ее найти и покажу, чтобы не быть голословным. Одну секунду. Это человек, который торгует три месяца. Три месяца, сейчас. Сейчас, одну секунду. Вопрос один. Видно или нет? Давайте я себя уберу, чтобы у меня не было видно. Видно или нет? Видно. Вот, посмотрите внимательно. Вот это заход. Видите вопрос? Это человек, который торгует всего три месяца. Заход от уровня на дневном графике. Притом, видите, эта картинка не была сделана для вас. Эта картинка была не сделана для вас. Эта картинка была сделана человеком. И человек первый раз торговал среднесрочную сделку. И посмотрите, как здорово. На самом деле. Этим по-простому. Сейчас, одну секунду. Еще одну сделку видно, новую? Посмотрите. Да, Газпром виден. Отлично. Вот, смотрите, сделка по Газпрому. Вот, видите, это сегодняшняя сделка. Да, видите, да, что эта девочка переставила стоп в БУ. Ну, человек торгует три месяца, торгует семь контрактов уже. Образно. И, ну, Сбера, вернее, это Газпрома пять контрактов, а Сбера семь. Посмотрите сделка. Пять к одному в сделке. Пять к одному. Пять контрактов. Человек торгует всего три месяца. По одной простой причине. Просто обновенное, простое послушание. То, что я пытаюсь вам объяснить. Не имеет вообще значения, какой инструмент вы торгуете. Это S&P будет, или это будет евро-доллар, или это рубль будет, и все остальное. Вот у вас есть, смотрите, ложный пробой. Все. Видите? Вот у вас ложный пробой. К примеру. Торгуйте простые вещи. Обязательно давите на статистику. Обязательно системный подход. Обязательно системный подход. Это то, чего вам очень многим не хватает. Системного подхода. Вы знаете, если бить в одну точку, обязательно что-то получится. Самое главное время и анализ. Да, почитайте графику Монте-Кристо. Человек 20 лет копал образно дырку, чтобы вылезти наружу. Так хотелось, представляете, жить. А многие другие просто ложатся и медленно умирают. Поэтому, дорогие друзья, это не график. Это не стопы. Это системный подход. Это статистика. Где трейдер убрать статистику? Еще раз объясняю. Маркет Старт. Трейдер начинающий делает элементарные вещи. Сейчас. Трейдер начинающий делает элементарные вещи. Это выписывает свои акции, заводит все в статистику, в Маркет Старт. Ребята выставили. И спокойно заводит все сделки. Фотографирует сделки и все остальное. Смотрите, когда я с вами разговариваю, видите, я записываю, о чем я хочу говорить. Вот смотрите. Системность, статистика, домашка. Все. Я для себя беру бумажку. А мне иногда человек, я с человеком общаюсь, говорю, а что ты эту акцию отобрал? Я могу вам показать сейчас переписку с человеком, который сегодня пытался торговать акции определенные. Да? Это пипец. Я объясняю, задаю человеку вопрос. Почему ты шарпишь эту бумагу? А мне вот кажется, что это вообще-то за херня мне кажется? Что вообще в трейдинге такое слово мне нравится? Есть определенные правила. Правила определенного набора. Это и есть системность. А вы две недели поторговали, увидели, это не сработало. Ой, все, у меня это не работает. Две недели это не сработало. Ой, что делать? Как что делать? Пахать надо. Это как машина. Ты сел за руль. Ездишь, ездишь, ездишь. Становишься лучше, лучше, лучше. Это как потягиваться. Да, у меня сын, когда пошел на спорт, он не мог пять раз отжаться. Просто. Вот этот заплывший жирком пацан был. Я не стесняюсь об этом рассказывать. У меня ребенок отжимается от 50 до 70 раз. Вообще легко. Он раньше никогда этого не мог делать. Сказ доступен. Вопрос один. 90% вопросов, которые вы задаете, они просто воруют мое время. Можете, ребята, напишите мой e-mail. Например, мой e-mail агерчиксобака.gmail.com Я буду только отвечать на адекватные вопросы, потому что вас стало много. Я один. И вы задаете очень часто вопросы глупые. А когда я не отвечаю, вы обижаетесь. Сыну моему, Галя, 15,5 лет. Да я вам сейчас покажу. Просто сына своего не проблема, что вы видели. Нет, нет секретов от вас. Сейчас, секунду. Видно, да? Видно, да, фотография? А, да. Вот ему, ему сейчас 15,5 лет. Занимается боксом. Кто видел моего сына, мне даже стыдно показывать фотографии. Четыре года назад, когда был толстяк весом там 75 килограмм. Посмотрите, здоровый пугай, у него булки больше, чем у меня. Да? Ему сейчас 15,5 лет. Он занимается спортом. Хоть четыре раза в неделю тренироваться. Тренироваться. На все, на все. Спасибо большое, мне приятно очень. На все, на все. Нужно занять. Сейчас я вам покажу на смешную фотографию, и вы сейчас будете смеяться. Если у нас уже висели, сейчас. Видно фотография? Мне здесь 16 лет. Спасибо, спасибо. Спорт занимался, да, чтобы все это иногда, знаете, Михалыча подкалывают, говорят там, Михалыч, там толстый был, и все. Это я. Это я. И толстый, ну, видите, ну, годы, конечно, берут свое, стараются заниматься спортом. Да, это я и моя сестра. Мне здесь 16 лет. Да, это я. Видите или будете знать, что мне здесь 16 лет, я подержу вас. Да, я на самом деле подтягивался огромное количество раз, занимался спортом. Ну, тогда все в спорте были, да, вы можете даже лимитатно там. Да, в СССР это была норма. Да, можете даже по рукам посмотреть. Поэтому я говорю, что каждый день, каждый день это был спорт, каждый день это это. Так же самое, когда вы в трейдинг приходите, вы должны понимать эту вещь, что за вас никто ничего не сделает. И те, кто хотят результата, можно только так его, спасибо большое, мне приятно, особенно от женщины Галины. Занимался спортом, и у ЦССР занимается спортом. Я ему, норма ГТО абсолютно верна, да, 10 раз, по-моему, 8 раз подтянуться. А если ты в армии, кто служил в армии, да, как я, там третий значок, второй значок, первый значок, норма ГТО. Посмотрите, сейчас это пипец вообще. Просто сходить пожрать, народ ни хера не хочет. С утра до вечера сидят в телефонах, и все. Я к чему хочу еще раз, давайте я закрою, все сфотографировали, все увидели. Да, крепкий парень, с первого года рождения, абсолютно верно. Я что просто хочу сказать вам, дорогие друзья. Я хочу сказать, что ко всему нужен системный подход. Человек, который действительно хочет чего-то добиться, только системность. Еще раз, давайте посмотрим, что такое системность. Системность, это ежедневное выполнение определенных нормативов. Что такое определенные нормативы? Это домашка. Это расписание по каждой акции, что вы хотите от нее ожидать. Да, например, Витя пришел ко мне, Маке, да, он сейчас с ребятами с СДГ, он определенные вещи перенял от меня, очень много перенял от ребят из СДГ, за что им огромное спасибо на самом деле. Труд, который делают ребята из СДГ, на него невозможно цену поставить. Вы не понимаете, что это такое с утра до вечера заниматься с людьми, ругаться с ними. Представляете, люди приходят, тебе оплатили деньги, и ты на счет орать должен. Так вот, Витя, когда пришел, он ко мне приезжал, сейчас у меня был семинар. Витя ко мне приехал и говорит, шеф, посмотрите, как я торгую. Я торгую немножко по-другому стал торговать. Я торгую с фильтром, вот он вам показывал. Очень много акций берет. Ребята, какая хрен разница, откуда брать акцию для торговли? Да, откуда брать? Я вам сейчас просто покажу, чтобы вы понимали, что у меня открыто на этом вот. Да, абсолютно то же самое, что у Витя. И когда заканчивается, чтобы вы понимали, что вам никто не пытается. Видите, вот смотрите. Вот. Точно такой фильтр, который стоит у Витя. То есть, в первую очередь я смотрю, сначала отрабатываю свою домашку, потому что я торгую сейчас в основном только средний срок. В первую очередь я отрабатываю домашку, и только потом я торгую, если домашка мне не дали. Бывает такое, что, например, чтобы вы понимали, я показывал парню Сашу, который со мной работает, мы с ним выставляем большое количество ордеров, мы можем выставить там 60-70 ордеров, и нам могут дать там 10-12 акций всего. Ну и внутри дня мы эти же бумаги отрабатываем. Вот что значит системность. Я хочу, чтобы любой человек, любой человек, который приходит в трейдинг, должен понимать это вещь. Это системность. В первую очередь системность. Ежедневное исполнение парня. Давайте теперь ответим на вопросы, если, кстати, кто-то хочет. Кстати, я недавно делал на перископе, вот сейчас покажу. На перископе, подсоединяйтесь к перископу, я очень часто показываю там рабочий день, показываю сделки с утра, подключайтесь там к моему перископу. Агерчик, сейчас я вам покажу, сейчас. Не так часто, но иногда делаю там, сейчас покажу. Да, вот, смотрите. Агерчик, это мой перископ. Вот, видите? Агерчик. Да, вот фотография. И огромное количество уже людей смотрят на наши сделки. Да, и мы часто очень там сделки показываем, что мы делали. Например, Серега у меня... Сталин где? Серега, сколько у тебя сегодня ордеров было? Серега, подойди сюда, давай народ тебя посмотрит. Серега вам может уже про системность рассказать. Серега, сколько у тебя сделок сегодня было? Я думаю. Сейчас вам Серегу дам, Серега, со мной с утра до вечера сиди. Сейчас, секунду. У меня уши грязные от серы, я очень много думаю. Сейчас я вытру, чтобы Серега решил вас повеселить. Да, сейчас, сейчас, Серега. На, расскажи людям о системности, садись на мой стол. Сейчас Серега вам расскажет о системности. Серега выставляет в день порядка 300 ордеров. Очень системный. Давай, Серега. Систему расскажи. Ну, просто расскажи вообще, что такое система, насколько она важна. Именно система. Все, представься. Фамилию не надо, иначе я поработаю в интернет. Приветствую, меня зовут Сергей. С шефом уже 3 года. В трейдинге, скажи, сколько лет. В трейдинге я даже не знаю, сколько лет. Ты же как-то раз ты начинал, с картера и все остальное. Да, ну, в фулл-тайм где-то работаю, может быть, 2008 года. В фулл-тайм. Соответственно, с шефом я работал в Финами, управляющим активами. Это порядка пары лет. И уже где-то года, год, больше года, вот мы здесь с шефом в Нью-Йорке работаем. Что могу сказать про систему? Текущую систему, с которой мы работаем. Серега, самое главное, разобрать системный подход. Не сама система, а системный подход. Как вы разрабатываете именно системный подход? Я считаю, что системный подход должен быть строган на научной основе. Вот это лично мое убеждение. Я несколько лет был скальпером тоже, не считаю, что это имеет долгосрочные перспективы. Поэтому только за строгий научный подход. Та основа системы, по которой мы работаем, мы взяли из научной работы. Конечно, это не русская работа, это американская научная работа. Они связаны с опционами. В двух словах могу сказать, что мы анализируем сделки по опционам на определенных биржах в США. И принимаем решения по самим базовым активам. Мы разрабатывали сделки по опционам на третий год, наверное, года два точно уже разрабатываем. И что могу сказать? Не похоже ты дня, чтобы что-то мы не подкорректировали, что-то не изменили, или рынок нам не подсказал что-то сделать. Расскажи, как мы раз в неделю садимся, проверяем, или все совпадает. Расскажи вот это. Это и есть система. Расскажи. Да, то есть... Да у меня нет проблем с секретом рассказать преподавателю два с полной года жизни. Расскажи просто, что мы делаем, как мы ее ведем. Секретом финификах нет, я могу сразу сказать. Я могу все прямо до винтика рассказать, но это не поможет никому абсолютно. Потому что реализация – это 99% успеха. Это я точно не привык. Даже когда я систему разрабатывал, я тоже боялся все это рассказывать кому-то, но шефа не побоялся. У нас куча параметров, которые влияют. Я не знаю, только про комиссию можно сейчас, полдня вам рассказывать, как она влияет на эту торговлю. Да. Я сейчас перебью Серегу. Многие из вас смеются и говорят, что вы платите очень дорогую комиссию. Просто, чтобы вы понимали, только одну вещь. У нас уходит 13% годовых от активов на комиссию. 13% годовых. Только чисто. То есть нам надо сделать за год минимум 13% для того, чтобы выйти в ноль. То есть это к тому, что за все нужно платить. За все нужно платить. Абсолютно точно. Но мы выбрали путь специально, потому что чем надежнее система, тем там больше сделать. Это, я думаю, очевидно для всех. Чем меньше сделать, тем система имеет более глубокие просадки. В идеале, конечно, это быть арбитражером, архитмейкером. Но на Америке это быть непрофессионалом за хит. Что еще могу сказать? Могу посоветовать уже что-то? Ну да, стратегия не high frequency. Нет, не high frequency. Да, мы у нас end of day мы делаем, то есть мы перед открытием рынка выставляем заявки. Я в порядке полтора часа только на заявки трачу каждый день. При том, что мы можем это автоматизировать, но специально не делаем это, чтобы лишний раз проверить, что все в порядке. То есть нет никаких ошибок. А так могу сказать, что все, что можно автоматизировать, мы автоматизировали. У нас есть свой программист, мы делаем это на базе 1С. У нас есть своя база. И порядка пару лет мы почти каждый день что-то допиливаем. То есть я могу сказать, что я даже конца не вижу этому. Когда мы начинали с этой системы работать, я думал, что вот уже, вот оно близко. Потом 1, 2, 3, 5, 7, 20 и... Вот, на этом я закончу, я продлю мысль. Давай туда. Спасибо, Серега. Да, я за счет, да. Хорошего дня всем. Хорошая вещь. Так, я как раз, Серега, на очень правильной вещи остановился. Я ее хочу продлить. Вебинар по разбору сделок, это, наверное, говорит СДГ 1С. Вы не ошиблись. Не C++, а 1С. Да, давайте без этих жлобств. YXX, пожалуйста, без жлобства. Я очень не люблю жлобов. И смотри. Сережа сказал, что это очень правильная вещь. Рынок постоянно меняется. И для нас тоже поменялся. И вот у нас есть такие ситуации, когда мы видим, что, например, стратегия чуть-чуть начинает что-то давать лайки. Ну, по-плохому, что-то в ней происходит. Не имеет значения, какая у тебя система есть. Ты должен понять одну вещь, что ты должен ее контролировать. То есть, например, в самые сильные дни наша система дает самый большой плюс. Вдруг в какой-то день, да, мы получили какой-то у меня теки и полуавтоматы. Когда вдруг в какой-то день мы получаем убыток. Мы садимся с Сережей, сколько надо времени и смотрим. Почему в тот день, когда должна была быть прибыль, мы получили какой-то убыток. Это и есть системность. То есть, любые нарушения, например, вы смотрите, что вы 3 месяца работаете с короткими рисками, и все у вас нормально работает. Потом в какой-то момент, вдруг какая-то проблема, и система перестает работать. Ребята, это рынок меняется, и вы должны быть как животные, к нему адаптировать, к рынку. Я вам рассказываю реальные вещи. Я не могу сейчас, я не рассказываю, какие мы крутые, сколько денег у нас, и все остальное. Я могу сейчас просто включить перескоп, чтобы вы посмотрели, какое количество серега. Ордера есть? Включи коробочку с ордерами. Я вам сейчас просто через перескоп покажу, чтобы вы понимали, сколько ордеров в системе. Сейчас, одну секунду. Абсолютно верно. Витя говорит. Сейчас Сережа включит этот вот. И я вам через перескоп покажу, какое количество, да, вы увидите сами, какое количество ордеров в системе сейчас. Чтобы вы не думали, что вам просто бла-бла сказали. Я вам сейчас действительно покажу, какое количество ордеров и какие цифры. Нужно обязательно быть гибким. Вы должны быть в системе. Система должна быть в вас. Заходите на перископ. Я только что показал свой перископ. У меня перископ АГЕРчик. Подключайтесь к перископу. Сейчас я вам через перископ покажу рабочий стол. И вы увидите все на рабочем столе. Система. Мы работаем системно. Когда вдруг идет в какую-то сторону сайт этого перископа подскажите. Да я сам не знаю. Вроде написали. Ребята, напишите сайт перископа. Перископ это программа, в которой можно в реальном времени, когда мы включаемся, что-то показывать. Вы можете сразу без вебинара в реальном времени увидеть, что мы делаем. Да. Увидите. Дима Пановарев, спасибо огромное тебе. Да, можете прямо себе сделать и смотреть. Но мы его очень часто там показываем. Там рабочий день или еще что-то показываем. Поэтому, если... Сейчас я включаю перископ, сейчас я вам покажу. Можете прямо смотреть в реальном времени. Сейчас. Ну, у кого нет перископов, не смогут посмотреть, уже покажем в следующий раз. Вот сейчас мы запустили перископ. Вот. Сейчас начнут люди вот подсоединяться, смотрите. Сейчас дадим пару минут, чтобы все подсоединились и образно покажем вам. Вот. Как раз вот ваши вопросы, видите. Всем подряд вижу, ничего не перематываю. Вот фильтр. Да. Всем привет еще раз. О, сейчас пошли огромное количество сердечек. Как раз. Мама, я в телевизоре, да. Видите. Всем подряд. Да, он настоящий, конечно. Сейчас я вам покажу. Серега там с сердечками тебя забросали. Всем привет еще раз. Есть коннект, да. Вот сейчас пошли огромное количество сердечек. Сейчас. Мама, я в телевизоре, да, точно. Если будете в Нью-Йорке, пожалуйста, приезжайте без проблем. Можете написать лично мне, я дам конкретно свои координаты. Всем, к сожалению, не дам. Не могу дать этот вот. Всем не могу дать свои координаты, но если напишите на e-mail, будьте в Нью-Йорке, пожалуйста, без проблем. Многие ребята знают все мои координаты. Сейчас, секунду. Вот наша, видите, кухонька. Здесь мы кушаем. Серега, что ты там делаешь? Сейчас я это... Коши, вареные. Вот, смотрите, да. Ну, суток я просто уберу. Далее я не могу, к сожалению, показывать номер счета. Вот это текущие ордера. Станавливается, где сделок открыто. Смотрите. Одновременно. Это одновременно. 130 сделок открыто одновременно. И... Ордеров гораздо больше. Ордеров гораздо больше, потому что ломги и шарты. Потому что заговариваются. Это только по одному счету. Только по одному счету и в реальном времени. Да. То есть, система, видите, мы вам показали. Вот гитара Серега играет на гитаре. Может, в принципе, сделать потом, чтобы у маленьких концерт по заявкам. Серега, пельмени у нас есть? Да, пельмени. Сейчас посмотрим, или есть пельмени. А Саша сегодня нет. Саша сегодня из дома. Да, у нас есть пельмени. Смотрите. Да. А у нас есть пельмени. Кто-нибудь укусит пельмени? Серега, давай. Что-нибудь укусит пельмени? Нет, это не армитраж. Это не армитраж. Это рыношно-нетральная стратегия. Ну, давайте я дальше возьму, потому что они все видят. Все, конец связи. Да, я живу там на постоянке уже много лет. Все. Все, конец связи. Вот многие, кто видел, увидели. Золото держу. Все знают, что у меня позиция по золоту. Заход по золоту был от 10-80. Золото держу и думаю, что, в принципе, рванет еще выше. Золото я немножко сбросил по верхам, по 12-38. Но позиция основная, в принципе, у меня еще есть. Все видели мои рекомендации. Мои рекомендации в прямом эфире каждые две недели. Конкретик там зашли, тут вышли, здесь поставили листок. Так, идем дальше вопрос. Писать имейл есть? Напишите мой имейл. Как понять, что систему нужно корректировать, если система всегда искать точки хода по одной стратегии? Изменения тестировать не надо, нужно смотреть, если закономерность теряется. Бывает такое просто, что рынок становится очень нервным и теряется на рынке закономерность. Поэтому, в первую очередь, смотрите, если вдруг теряется закономерность, только тогда. Можете написать мой имейл. Пожалуйста, пишите только по делу. Ну, то есть, типа, здравствуйте, Александр Михайлович. Я, к сожалению, один, а вас много, и работы у меня тоже очень много. Да, мы вам показали. То есть, у меня каждый день, видите, на каждый день все листочки. Вот они. Это пока чисто, видите, это запас. Смотрите. Каждый день я делаю домашнее задание. Спасибо большое за шоу. Я старался по акции SVM. Еще раз, если вы писали в Skype, вы можете писать не туда. Сейчас я посмотрю акцию SVM. Я, бывает такое, что Skype, на самом деле, у меня 8000 контактов, и Skype просто не пропускает что-то. Поэтому старайтесь, если что, писать на e-mail. Можете написать мою e-mail. После череды прибыльных дней замечаю нарушать свою торговую стратегию. Какие практические советы, чтобы справиться с данной проблемой? Совет предельно простой. Нахер с рынка. Другого нет. Абсолютно. Сейчас, еще раз, если писали не на ту почту, я отвечаю всегда всем. Если это адекватный вопрос, перископ работает 24 часа. А если я вижу адекватный вопрос, я на него отвечаю. Если вопрос не в адеквате, не извините. Я просто, ну, мое время чересчур дорогое. Я не могу сидеть с утра до вечера и как бы отвечать на вопросы. Поэтому SUM, кстати, был хороший ложный пробой. Великолепный. Что еще сказать? Верный тот, сейчас я вам покажу, секунду, какой верный Skype. Сейчас, одну секунду. Скайп у меня фотография с двумя картинками, написанная еще у спонсора и стихотворение о счастье. Сейчас покажу, секунду. Вот, видите, вот мой Skype, смотрите. Это мой Skype. А герчик и написан разговор о счастье. Если ситуация имеет двойку интерпретацию как на лонг, на шорт, например, ложный, лучше наблюдать, ждать подтверждения. Можете посмотреть дневку в первую очередь, в первую очередь всегда надо смотреть дневку. Естественно, надо ждать подтверждения. Да, это мой Skype. Абсолютно верно. Видите, у вас теперь все есть, e-mail, вы скайд и все. Пожалуйста, только адекватные вопросы, будут неадекватные вопросы. Я просто физически не смогу отвечать, потому что у меня не будет, у меня нет столько времени. Реально ли самостоятельно научиться торговать? Ответ, да. Вот, посмотрите на меня, я научился сам торговать. Ответ, да, можно. И самое главное делать правильное. Все, пошли. Контакты на Skype, все, уже полетели. О, молодцы. 116 контактов только что добавило в течение двух минут. Молодцы. Закончите, потом будете писать. Еще раз говорю, ребята, не обижайтесь, не обижайтесь, да, это мы с Skype, e-mail. Не обижайтесь, буду отвечать только на адекватные вопросы. На самом деле, мне просто физически как бы нет времени. Для торговли внутри дня про торговку можно ждать, ну, три-пятиминутных пары, это более чем достаточно. Более чем достаточно. Я надеюсь, что я вам помог, рассказал, повеселил. Сережа, ты здесь? Сейчас, секунду. А, да, есть, есть. Нет, если я вижу, как попристи уверенность в своих точках входа, записай их на бумажке, если все совпадает с бумажкой, тогда можно торговать и делать все, что вы сказали. Все, Серега, бери. Анекдот напоследок, ну, давайте анекдот напоследок. Целя, у вас есть экономическое образование? Я еврейка, зачем мне экономическое образование? Все, всем хорошего дня, договоритесь с ребятами среди, чтобы мы посмотрели сделки, как попадать на обучение, персонально уже не беру, только через семинар, либо стучитесь, будем смотреть. Все, всем хорошего дня, всем спасибо, всем удачи, меньше думайте, больше работайте. Субтитры сделал DimaTorzok